Доброе утро, господа и дамы! Сегодня вас ждет очередная история из цикла повествований, или как я их назвал, сказов Судьба человека Судьба отдельного взятого человека состоит из разных точек Которые возникают в течение его жизни На которые он опирается, когда восходит на ту вершину, к которой он направляется Вот как этот смартфон опирается на жестяные банки Так и человек в своих воспоминаниях опирается на какие-то события Человеку свойственно создавать события Человеку свойственно делать поступки Это его очень наглядно отличает от того же мира дежурных духов, ангелов, к примеру Которые по сути являются просто достаточно, как бы сказать, исполнительными существами Лишенными чувств и возможности пользоваться своей волей Для осуществления поступков Классический пример, например, это Представление о джинне в сказке про волшебную лампу Аладдина С некоторых пор донимают конечности, которые все время напряжены И даже одежда эта нелепо выглядит на руках, которая, например, все время топорщится Знаете, как, например, когда люди пытаются одеть труп во что-нибудь такое обычное человеческое То очень нелепо выходит В силу того, что мышцы потеряли эластичность То не получается как следует довести зачастую начатое до конца И я, к сожалению, постоянно чувствую вот это напряжение в мышцах Которые после того, как был инфаркт головного мозга Никуда не уходят Крайне неприятно спать Крайне неприятно что-то делать Просто потому, что они утратили способность к расслаблению Как я однажды приводил пример Когда я был в Бурятии И отыскал на вершине холма заброшенное Ну, как заброшенное, да, оно посещаемое, но весьма, скажем так, мало посещаемое Судя по тому, что там происходит Много территорий заросло Бурьян каким-то Всякий мусор валяется Отыскал там захоронение Хамбаламы и Тигелова То первичное захоронение, которое было совершено еще в начале прошлого века Там мне встретилось дерево, у которого одна половина была живая, а половина была сухая И вот я как бы для себя этот ориентир очень запомнил, да По нему очень легко найти место, где захоронен Хамбалама и Тигелов И вот я тоже теперь себя сравниваю с этим деревом Которое наполовину живое, а наполовину, скажем так Опустошено Какой-то Неприятной трагедией, да Ну, продолжим повествование Это случилось, наверное, в году, может быть, в пятом, я не помню точно Я не вспоминаю даты Просто считают совершенно ненужной информацией События, да, помню А даты не продают значения Да, наверное, году в пятом Я тогда водил еще москвич Обычный москвич 2140 И Он сыграл достаточно занятную роль в этой истории Была зима Декабрь месяц Супруга уехала к родителям С детьми А я остался Служить в храме Я закончил службу ночную И Ну, как всегда бывает, да Я подумал, ну, что мне стоит проехать Сто с лишним километров, да Ну, проеду я Эти там сто Сто десяти километров В один конец И к утру вернусь на службу Так же, да К восьми часам Ничего страшного, в общем-то, не произойдет И Часов в десять вечер я Поехал Выпал снег Он падал большими хлопьями Но дороги в то время были пустые Достаточно пустые Машин было Все-таки в разы меньше, чем сейчас Все-таки я напомню о том, что речь идет о событиях Более чем Пятнадцатой летней давности Где-то За час небольшим я преодолел больше черепки Я был Около дома уже В начале двенадцатого Ночи Вот я подъезжаю Вокруг все заметено Снег нападал Ну, я не знаю Может, сантиметров пять, что ли Такого пушистого Снега На который наступаешь А он расступается под тобой Такие большие белые хлопья Запарковался Благо, там было немного машин Опять же, с поправкой на то время Да, сейчас там Запарковаться очень сложно Каждый считает необходим Купить одну А может быть, даже и не одну машину Люди пытаются везде успеть А вместо этого Получается еще большая суета Нервничают, теряют силы Сетуют на то, что времени не хватает А по факту Они же сами создают это Вокруг себя Но суть не в этом Разговор не о том Я запарковался И Что-то Меня насторожило Не помню Заметил ли я Происходящее Но Что-то вот Как бы сказать Сразу Показалось странным Я вышел с машины Закрыл ее Была для нас Закрывалась на ключ Никаких следов не было И Метрах В пятидесяти От себя Увидел Странную Сцену На снегу Сидела Полураздетая Женщина А вокруг нее Стояло Трое мужчин Двое из них Были в кожанках Один Я не помню В чем Он не судя Но важно Я подошел к ним Точнее Я задержался У машины Была Для того Чтобы открыть Багажник Нужно всего лишь Повернуть Лучше замки Особо Не привлекая Внимания Я это и сделал Он открылся А внутри Багажника У меня Как и у Всякого Любителя Автолюбителя Да Той поры Лежало Все Все что может Пригодиться Тросы Куча Куча Всяких Инструментов Жидкостей Тормозных Масел И Разумеется Топор Обычно Он мне Не особо И пригождался Может быть Такие вещи Пригождаются Дай бог Там раз Несколько лет Когда нужно Очистить дорогу От упавшего Дерева Или что-то еще И такое Тоже бывало Однажды Меня Выручил Двухсотлетний Меч Это был Необычный Меч Кованый Меч Гренадерского Отделения Если я правильно Помню Швейцарской Армии Это оружие Запрещено Международной Агенция Как особо Жестокая А мне Он Побыл Подарин Одним Человеком И у него На Одной стороне Да Вместо Лезвия Красовалась Пила Ну Собственно Говоря Войска Иногда Передвигаются В условиях Весьма Сложных Да Лес И так далее Да И есть возможность Напилить Хворост Да Разжечь огонь Или что-то еще Сделать Да Пила может Во всяких Ситуациях Пригодится Но Это была Необычная Пила Не так Как Мы себе Представляем Ее зуби Были Кованными И в общем-то Однажды Дерево упало Прямо На дорогу И была Большая Пробка Она образовывалась Прямо На глазах И Этим Мечом Мне удалось Перепилить Его И поехать Дальше Но Суть Не в этом Суть Не в этом Суть В том Что Тогда у меня Меча Еще этого Не было В багажнике Он не болтался А болтался Топор Обычный Среднего Размера Топор И вот Я ехал В тот Вечер Ну в ту ночь Да Не По привычке Да Надев На себя Рясу Да А ехал На легке На легке Надев куртку Теплую Зимнюю Куртку И Склонившись С багажником Чтобы не привлекать Немания Особого Я Аккуратно Положил Топор В рукав Он отлично Вошел Своей Острой части Прямо В рукав И зацепился Так что Не выпал Даже Приходя Вот тогда Я направился В какая-то Компания Когда я подошел Женщина Истерила Мне показалось Что она была Не в себе А температура была Может быть Минус Четыре Пять Холодновато Для того Чтобы сидеть Полуголой На снегу И Я понял Что придется Как-то Разрядить Обстановку Я спросил Мужки Чего она Дракоты Что ли Переела Чего так Ее колбасит А я Смотрю Они как-то Отмалчиваются Стоят Мнутся Даже Голубь Не поворачивают Ко мне И тогда Я говорю Баба Ты пойдешь Со мной Да Вот Подошел К ней А смотрел Они как-то Прелись И Один из них Ну как я понял Да Старший Да Говорит А ты Чего ты делаешь Ты Кто такой И почему-то Там Так вот Тут Обращаешься Фамильяр Да Там баба Там и так далее А я говорю Ну это не твое дело Не твое дело Она просто Пойдет со мной И Все так Да Я так решил Вас я не знаю Они Напрягли Это было понятно Да Потому что Вот эти двое Да Которые стояли Рядом С Своим Старшим Они не решались Да Вступить в разговор Говорил Когда происходят Когда происходят Непонятные события Я стою Молчу Молчу И вот Кто-то из них Начал переминаться На Генангу Да Я не знаю Сколько прошло Минут Две Три Стоим Молчим Да Она голосит Чувствую Чувствую Что Есть такой момент Да Что Одно неверное движение Будет поздно Что-либо Исправлять И поэтому я говорю Да Слышь Основной Я никуда не уйду Я сейчас Ментов позову И останусь здесь Столько Сколько нужно А он мне такой Говорит Да А что ты такой Борзой Да Я говорю Знаю что У Астрова Я один Да Но Не факт Что Двое Из вас Отсюда Смогут Уйти Самостоятельно Про третьего Не знаю Но двоих Точно Я Из вас Уговорю Вот как бывает Да Таких случаев Малейшая Оплошь Смогла Привести Наверное К Некоторой Трагедии Да Ну иди Возьми Хорошо Малейшая Оплошь Смогла Привести К трагедии Когда вот Бывает Так что Воздух Похож На натянутую Струну Он Спрашивает Еще раз Ты Кто Такой Да Что Здесь Делаешь А я Узляю Вопрос А ты Кто Такой Кто Вы Такие Откуда Он Залезает В карман Вот Время Конечно Я Напрягся То есть Я был Готов Ударить В любой Момент И он Достал Устверение Я Говорит Местный Начальник Милиции Тогда еще Милиция Была Не полиция Местный Начальник Милиции Я Посмотрел Да Действительно В книжечке Как написано Звание Фамилия Имя Отчество Все На своем месте А я ему говорю Да У меня Как-то Сразу Адреналин Никуда Не ушел Шерсть Так Стоит Дым А Пошла Волна Как бы Сказать Расслабление Отпустила 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 Адреналин Света Дает Такое Ощущение Холода На висках Когда Они словно Покрываются Инем Начало Отпускать Понемножку Я ему говорю Я здесь Проездом Я просто Поп Он говорит Что Реально Вот так Мы с ним И познакомились Думаю Всякая жизнь Бывает Я аккуратно Поправил То Что находилось Под одеждой И пошел К машине Также Ее беззвучно Открыл И Также Аккуратно Не привлекая Внимания Положил Топор Из рукава Внутрь Багажника Закрыл ее Пару минут Постоял Огляделся Луна Да Светила Луна Она В темной Декабрьской Ночи Особенно Как-то Светит Да Как фонарь Она Она Ложилась На снег Да Своим Светом А снег Медленно Медленно Ложился На Свежие Следы По их поведение Я Ночью 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 Я так и не согрелся Бывает Когда Поединок Поединок Однозначен Но Он не состоялся Да И вот Эта Изморость Она еще Долгое Время Бродит По организму Напоминаю Себе Это Никак не Может Согреться И вот Я встал Где-то В полпятого Утра Да нет Пораньше Тоже Сел в машину Все вокруг Было Зависено Такими Вот Снежными Хлопьями И поехал Обратно Чтобы Успеть На службу Эти эпизоды Это они Как отправные точки Ты участвовал В них И Имеешь полное право Об этом помнить И Я полагаю Рассказывать Прочим Для того Чтобы они Имели ту же точку Опоры Я не знаю Иногда Ситуации Разворачиваются Очень Плохим образом Для Тех Кто В них Участвует Я не знаю Какой Общий совет Дать человеку В той или иной ситуации Наверное Общих советов И нет Наверное Так Делать поступки Не бояться Делать то Что делаешь А то А то ведь Нас совсем Сегодня Не сориентировали Мы все Мы все Боимся Люди Приходят Наиспрость Обняв Стын за них Они боятся Жить Они Сомневаются Каждую Минуть Своей Жизни И это Они делают Не так И это Они делают Не так Сказало бы Человеку Уже Много лет Некоторые Старшие Меня Раз в два А все Седают На жизнь И это Не так И то Не так А потому Что Их Жизнь Измеряется Непоступками Их Жизнь Измеряется По каждым Благочестием Внешним Видом Главное Благоприятно Выглядеть В глазах Окружающих Не ругаться Мат Не поминать Имени Господа Сулин Не дай Бог Съесть Сосиску В неположный День И главное Самое главное Не вмешиваться В то Что происходит С другими И мне стыд Я часто Говорю Вещи Которые Они не хотят Существую Но Вместе с тем Прекрасно Знаю Что если Я их не скажу То их Никто И не скажет И они так И Побредут В неведение Туда Откуда Возврата нет В этот мир Ну не знаю Может быть Для кого-то и есть Но Наверное Для Многих Нет А с чего Я начал Рассказывать Эту историю И да Мой Руководитель Начальник Да Сказал мне А чего Ты так Не любишь Полицию А я говорю У меня Одна Это есть Своя Причина А кто Он сказал Что я Не люблю Да Вот Говорит Жалуется На тебя Что Дескать Ты Не совсем Обычным образом С ними Разговариваешь Которые Они привыкли А я говорю Я не заискиваю Ни перед кем Совершенно Не имею В этом Ни нужды Ни понимания К этому Не имею Да Я многих Из них Недолюбливаю Потому что Знаю О их делах Избыточная Власть Сводит Человек С ума И Обрекает Его На Вседозвольность На Некоторые Формы Преступления Которые Называются Должностными Превышения Превышения Обращайтесь Обращайтесь К ним Пусть Они Объясняют Без Моего Участия Участия А то У меня Есть Свои Причины Свои Делать Благообразный Вид Быть На кого-то Похожим Не имею В этом Нужды Каждый Человек Хорош Тем Образом Который Сам Создает Если Конечно Он Способен На это Ведь По сути Каждый Из нас Создает Свой Уникальный Фильм Да Повествование О своей Собственной Жизни Ну как Например Фильм О Форесте Гампе История Которую Не стыдно Рассказать Впрочем И не надо Ничего Приукрашивать Наоборот Я полагаю Что нужно Рассказать Доходчиво И понятно Если Конечно Это Получится Для того Чтобы Другой Человек Мог Пройти По Этой Тропинке Туда Куда Необходимо Пройти А у нас Стоит Создавать На Пустом Месте Какие-то Совершенно Помпезные Вещи И Примеряя На себя Это Житие Постоянно Спотыкаешься То То Не Так Это Не Так Невозможно Идти Эта Тропинка Вот Собственно Говоря И Второй Сказ Очередного Цикла Судьба Человека 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 Человека